Лёма, Тумсо, ты говорил, что Ганнушкина помогает чеченцам больше, чем сами чеченцы. Это что получается? Мы тебе скидываем донаты, поддерживаем как можем, делаем за тебя дуа, но между тем ты говоришь, что Ганнушкина делает больше любого, если наша помощь для тебя ничего не значит, почему ты не снизишь стоимость? Стоимость чего снизить? Ганнушкина делает для чеченцев сегодня гораздо больше, чем чеченцы. Я это утверждаю, и я могу это обосновать. Это каждый, кто немного сталкивался с какими-либо проблемами, тот прекрасно это понимает. Никакие наши донаты, ничего из того, что мы делаем, не сравнится с тем, что делает Ганнушкина. Это огромная работа. То, что они делают, это огромная кровоочетная работа. И очень много людей, которые действительно очень сильно преследуемы, они получают от них поддержку именно от деятельности не только одной Ганнушкиной. Мы просто в лице Ганнушкиной признаем деятельность всех, мемориал, гражданское содействие всех тех людей, которые работают в этих организациях. Это огромная неоценимая помощь, которую просто сравнивать с какими-то там нашими действиями не стоит. Это очень полезно. И тем более в нашем случае мы обязаны друг другу помогать. Это наша обязанность. Ганнушкина же нам не обязана ничем, но она это делает. Так, этот исламофоб у нас продолжает бомбить. Анастасия Тумсо. Если установится Ичкерия, как считаешь, будет ли на ее территории ущемлять права меньшинств? Позволят ли им проводить парады? Оставите ли вы их в покое в соответствии с демократическим правом, свободой слова и волей изъявления? Анастасия. Разумеется, нет. Нет. Чеченская республика Ичкерия – это шариатское государство, это не демократия. У нас есть, у нас свои законы. И, безусловно, это правовое государство, и все будет в рамках закона. Должно быть, точнее. Я не могу знать, что будет. Мы надеемся, что будет именно так. И хотим, чтобы именно так было. Но вы должны понимать, что то, о чем вы говорите, о каких-то меньшинствах, это наше общество чеченское, это не приемлет у нас, это невозможно. Какие парады? О чем вы говорите? Конечно, нет. Тебе никто ничего не обязан. Томсо, если Ганнушкина тебе так помогает, если мы должны быть больше сострадателями друг к другу, может, ты снизишь стоимость донатов. Мне никто ничего не обязан, может быть, но мы, мы, мусульмане, мы обязаны друг другу помогать. Это наша обязанность. Я не знаю, лично ты, может быть, не обязан. Я не знаю, кто ты. Поэтому к тебе лично я не обращаюсь. Но мы, мусульмане, мы обязаны друг другу. И это, ну, это как бы вещи такие, само собой разумеющиеся. Никто с этим никогда не спорит. То есть, особенно хвала Аллаху у чеченцев в нашем обществе. Это вообще на таком, как бы, очень достойном уровне этот момент. Мы никогда друг друга там не оставляем в беде, там пытаемся как-то помогать. Поэтому я просто не знаю, кто ты, да? Вот, у нас, значит, это с этим все нормально. Что касается стоимости донатов, я так понимаю, здесь порог, видимо, стоит, да? В 50-е. Я думаю, что снижать его не нужно. Саламу алейкум. Томсо, ты видел диалог в суде и в съезде Ахмата Хаджи? В связи с этим, как ты думаешь, как ты можешь утверждать, что он был предателем, если он придерживался своего принципа сначала и до конца, был открыто против ваххабизма, бандитизма? Что не скажешь про тебя? От пинка к пинку ты перебывался. Вау алейкум ассалам, патриот. Вот, очень интересно, ты, видимо, не видел моё последнее видео, где я как раз разбирал это его душераздирающее выступление в парламенте. Если изначально человек говорит, что белое – это белое, а чёрное – это чёрное, но потом он переходит на сторону врага и уничтожает свой народ, становится наместником врага на нашей земле, это не значит, что он изначально был на своей позиции. Он не был на своей позиции. Он был как раз-таки на позиции, что Россия – это враг, что война с Россией – это священный джихад, что любая женщина не должна спрашивать вообще разрешения мужа, отца, брата. Она должна выходить и воевать, бороться против российской власти, российского оккупанта, значит, российских военных. Говорил это, а затем перешёл на сторону этого же российского врага и стал уничтожать тех, которых он вчера призывал к войне против России. А то, что в промежуток между двумя войнами он говорил, что преступность – это плохо, и что он против ваххабизма, это не меняет того, что он предатель, вы поймите. От того, что он взял вот так вот белую простыню и сказал «она белая», это не значит, что он был на своей позиции. Вы прекрасно знаете, что он не был на своей позиции. Ну, а по поводу меня, что я там куда-то переобуваюсь и так далее, ну, это-то, это ладно, вы прекрасно знаете, кто переобувается, а кто нет. Не буду даже это как-то комментировать. Так, у нас были сообщения. Саламу алейкум, брат наш. Первый вопрос. Правда, что один из братьев Бараевых занимался работорговлей, как говорят «Раша СМИ», хотя я не верю, просто твое мнение я хочу услышать. Второй вопрос. Каддафи был тираном или хорошим президентом? У алейкум ас-салам. По первому вопросу. Братья Бараевы. Я не знаю братьев Бараевых, я знаю только двух Бараевых. Один это был Арби Бараев, да помилуйте его, Сеочный Аллах, это человек, который погиб во время войны. Второй был его, я не знаю, кто он ему приходился, кем он, точнее ему приходился двоюродным братом или кем, это который был руководителем у тех, кто захватил Норд-Ост. Это вот два Бараевых. Я не знаю, в каких родственных отношениях они состоят. Что касается второго, который был в Норд-Осте, то он до этого Норд-Оста вообще никак не был известен в широких, я имею в виду, кругах чеченских. Поэтому я ничего не могу про него сказать насчет того, чем он занимался. Что касается первого Арби, то это был человек, которого нельзя назвать хорошим парнем. У него было много таких беспредельных моментов, он занимался не тем, чем нужно. Но, тем не менее, когда пришел враг на нашу землю, он выступил против врага, и он погиб, сражаясь с врагом. Поэтому мы делаем за него два, просим Аллаха, чтобы он простил ему его проступки, его грехи, которых, безусловно, у него было немало. Но, к сожалению, дрову он, конечно, наломал. Горец. Салам тебе, Тумсо. А, еще, второй у тебя был вопрос, да? Второй вопрос. Каддафи был тираном или хорошим президентом? Я считаю, что Каддафи был тираном, безусловно. Хороших президентов люди, народ свой не линчует. Мурат. Саламу алейкум, Тумсо. Расскажи, брат, про Зелимхана Яндебиева, его оппозицию, почему он конфликтовал с Ахматом Хаджи. Уа алейкум ас-салам. Это не оппозиция, брат. Это, наверное, позиция на тот момент. Почему он конфликтовал? Ну, потому что сам Кадыров говорит о том, что еще в 96-м году Яндебиев уже уличил, определил Кадырова как работника российских спецслужб. Это сам Кадыров говорит на этом заседании парламента. Он говорит, в 96-м году, когда я написал письмо исполняющему обязанности президента Ичкерии, на тот момент исполнял обязанности Зелимхана Яндебиева. Он написал ему письмо с просьбой, значит, издать указ, запрещающий ваххабизм, а равно бороться с ним, уничтожать их, значит. И тогда Яндебиев сказал, что вы, значит, а это письмо было подписано 11-ю якобы богословами, ну, такими, как Кадыров, очевидно, богословы в кавычках. И он их тогда определил как работников. Работников тогда был ФФСК, потом переименовали в ФСБ. Значит, он их определил как работников ФСК и сказал, что вы хотите проливать кровь чеченскую. Но вот мне, правда, искренне непонятно, почему тогда же с ними и не разобрались, если они работники были российских спецслужб. Ну, очевидно, потому что Чеченская республика Ичкерия, это было как бы что-нибудь... Конечно, это не идеальное государство, и очень много было проблем, но это было правовое все-таки государство. И в этом государстве была свобода слова, была свобода воли и изъявления. Такие, как Кадыров, даже будучи работниками российских спецслужб, они могли что-то предлагать президенту, они могли выступать в парламенте, они могли проводить какую-то деятельность, жить при этом в республике. Как бы сильно они сегодня не критиковали это государство, сегодня, в сегодняшней Кадыровской Чечне это невозможно. А в Ичкерии президент мог предстать перед судом, перед шариатским судом в качестве ответчика. Такое тоже было возможно. Субтитры создавал DimaTorzok